Этот спортивный день закончился убийством. 6 мая, когда желто-синие одержали победу над футбольным клубом «Волга», группа болельщиков решила отметить триумф команды по-своему. В парковой зоне, прилегающей к территории дворца спорта, в ночное время был обнаружен труп 19-летнего жителя Ростовской области. Как установлено в ходе осмотра места происшествия, смерть наступила в результате множественных ножевых ранений, нанесенных в область жизненно важных органов. Молодые люди, их всего было около 10 человек, после футбольного матча отправились в парк. Там они выстроились в колонну по трое и прошли маршем, выкрикивая антироссийские лозунги, и окружили двоих друзей. Россиянину турку по национальности убежать не удалось. Трое нацистов в возрасте от 19 до 22 лет устроили над ним кровавую расправу. Через два дня преступников задержали. Следователи квалифицировали убийство как преднамеренное, с ярко выраженным националистическим уклоном. За что задержан? За подозрение убийства. Давно тебя задержали? Ну, пару часов назад. Турак-месхитинец приехал в Ростов на майские праздники. Здесь он хотел найти работу. В день убийства вместе с товарищем молодой человек отдыхал в сквере. Рядом с местом преступления работает круглосуточная парковка. Однако никто из охранников в этот вечер ничего необычного не заметил. А вы напарника не спрашивали? Он что-то слышал? Что он делал в это время? Да он ничего не слышал. Наше дело вот шлагбаум запустить машину и выпустить. Полицейские называют это дело для Ростовской области беспрецедентным. Драки были, а вот убийства по мотивам национальной ненависти никто не помнит. На днях задержали и организатора нацистского марша. Им оказался сержант-контрактник одной из военных частей региона. Возможно, именно военный и руководил преступлением. Появились сведения о том, что якобы следствия и правоохранительные органы пытаются каким-либо образом уйти от националистического признака данного преступления. Абсолютная дезинформация и несоответствие действительности. Мы, наоборот, всеми возможными способами, в соответствии с законом, установили, что мотив был именно националистический. И какого-либо другого не было. На этом мотиве мы будем стоять и дальше. Троим подозреваемым в убийстве турка грозит 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение военнослужащему за националистический марш – 5 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители разыскивают всех фигурантов этого дела. Также устанавливается, какой именно неарадикальной организации они принадлежали. Анна Соколенко, Владимир Иванов, Южный регион.Инфо.